170 км в час – именно такую скорость может развивать спортивный снаряд профессионального теннисиста. Участники седьмой корпоративной спартакиады ничем не уступают именитым ракеткам. С первых минут представители «Урал-Меткома» и ОМК задали боевой настрой всем будущим играм. Партия теннисистов проходила зрелищно. Они виртуозно управлялись с ракетками, так что их мяч демонстрировал публике разнообразные траектории полета. Команда «Урал-Меткома» – это команда-сюрприз, я думаю, для всех, потому что они участвуют не первый раз, но они поменяли состав и привезли достаточно таких сильных ребят. Играть было с ними очень сложно, видно, что уровень очень высокий. А в целом, первая часть турнира, ну я не могу сказать, что я сильно устал, потому что с командой Михайловского ГОКа мы сыграли 3-0, обычно у нас с ними завязывается борьба. Но про остальных могу сказать, что уровень турнира подрос, и команда Лебединского ГОКа усилилась, нам с ним не предстоит играть. В первом туре соревнований удача была на стороне спортсменов «Рудстроя». Новички «Спартакиада» смогли одолеть команду управляющей компанией со счетом 3-0. Все участники хорошие, настольным теннисом я уже живу много лет уже, ну да, 15 лет, наверное, так-то, а то чуть больше. Я считаю, эта игра очень хорошая, достойная, где нужна реакция. Это не то, что люди говорят, что это так. Нет, теннис – это психология, конечно, и резкость нужна. Настольный теннис развивает ловкость и реакцию, отлично тренирует опорно-двигательную систему. Кроме того, известно, что это самый лучший способ профилактики инфарктов и инсультов среди всех видов спорта. Участница турнира из Новотроицка Надежда Аганина также видит для себя весомую пользу в этом увлечении. Я вообще живу в Орске, работаю в Новотроицке. И получается, вот вышла из декретного отпуска и все время выучилась на права и езжу на машине. И сейчас настолько привыкла к машине, хожу пешком очень мало. И благодаря настольному теннису я восполняю ту часть активного образа жизни, которая должна быть у каждого человека. Во второй половине дня атмосфера в спортивном зале стала накаляться. За серебро в турнире вышли побороться представители Лебединского ГОКа и Оскольского электрометаллургического комбината. Спортсмены до последнего шли на равных, полностью выкладываясь и показывая лучшую свою игру. Первый сет взяли Металлурги, второй – Горники. Третья партия вновь оказалась удачной для Аскольчан, а четвертая – для Губкинцев. Решающим стал последний сет. Со счетом 3-2 Лебединский ГОК одержал победу. Было очень сложно. Соперник сильный, но все-таки нам удалось это сделать. Сколько существует спорта Киада, мы никогда не выигрывали УМК, во-первых. И вот второе место для нас очень в нынешней ситуации, очень почетно, потому что Урал Метком предоставили таких спортсменов, которых, не знаю, не одолеет. Растут ребята, с каждым годом все сильнее. Обыграть УМК вообще дорогого стоит. Вот благодаря Максиму он попал в команду, благодаря, я считаю, ему заняли второе место. Тетя Люда тоже молодец, обыграла, дала. Это, кстати, ключевое очко было. Очень нам всегда не хватало этого очка. Боролись, может, где-то чуть-чуть повезло, но… Слово «команда» подходит для нас. Команда Урал Меткома в первом туре сразилась со спортсменами УМК. Его счет 3-0 в пользу гостей Белгородчины. После удачной игры с металлургами УМК вошли в раж и с тем же результатом обыграли во втором и третьем турах команда «Лебединского ГОКа» и «Уральской стали». В том же ритме прошли остальные матчи Урал Меткова. Как итог – золото турнира и неподдельное искреннее ликование. Все встречи, начиная даже с первой, были очень напряженные. То есть, мы даже особо на победу не надеялись, просто боролись очень сильно. Но это, конечно, благодаря тому, что нам Урал Метком организовал такие тренировки. Все вот такие мероприятия – это всегда объединение людей, то есть, объединение сотрудников компании. Это всегда очень важно. То есть, все знакомятся, то есть, все ближе друг друга узнают, вместе живут. И вообще, вот этот спортивный дух – это очень важно, что компания уделяет так много времени спорту. Обмениваться энергией с увлеченными людьми, делиться опытом и отдыхать с пользой – такова главная задача седьмой корпоративной спартакиада «Металлоинвеста». Подведение ее итогов состоится уже сегодня на базе отдыха «Металлург». Тогда же пройдет и торжественное награждение призеров турнира по настольному теннису.